Только за летний сезон Лазаревский район принял более миллиона двухсот тысяч туристов. Одиннадцати пляжам была присвоена первая категория по национальным стандартам качества «Синий флаг». Обустроен эко-пляж в Дагомысе с прогулочными зонами, игровыми спортивными площадками и новым инвентарём. Сейчас в районе открыты восемь зимних пляжных территорий. В трёх санаториях с общим объёмом тысяча койко-мест провели капитальный ремонт. Постоянно ведётся работа с населением. Важным критерием развития инфраструктуры, естественно, являются обходы, встречи с населением, где обсуждаются проблемы и совместно вырабатываются необходимые решения. В этом году вместе со своей командой провели более ста обходов, встречи приёмов с председателями ТОС, общественностью и жителей. Рассмотрели 962 вопроса, включённых в паспорта ТОС. Прямой диалог с людьми уже дал положительный эффект. По просьбе жителей в районе активно развивали инфраструктуру. Так, в сёлах Волконка, Третья рота, Альтмец, Васильевка, Сергей Поле, Варваровка, Верхняя русская ЛАО и Калеж выполнен ямочный ремонт и отсыпка проезжей части. Всего в порядок привели 21 дорогу. Обустроены 9 тысяч квадратных метров тротуаров на 10 улицах. Восстановлена ливневая канализация на 13 улицах. Отремонтированы 8 пешеходных мостов. До конца года будет обустроено ещё 15 детских и спортивных площадок. Началось благоустройство набережной реки Псизуапсе. Строителям предстоит привести в порядок около 2 километров пешеходной зоны. Открыт филиал детского футбольного клуба «Жемчужина» и «Центр развития». Отмечая достижения района, глава Сочи заметил, что необходимо и дальше выстраивать чёткую, адекватную систему взаимодействия с населением. «Системный, постоянный диалог с населением. Жители задали вопросы, поручения. Должна быть чётко, адекватная система, которая полностью удовлетворит все желания всех тех, кто сегодня нам ставит задачи. Действуйте совместно с депутатским корпусом. У вас системно ведётся работа по паспортам ТОС. Это позволяет нам полностью контролировать все задачи и поручения, которые идут в население». В год экологии особое внимание уделяли развитию экотуризма. На территории района расположено 27 объектов показа. Один из них – Волконское ущелье, был благоустроен по экостандартам. А для сохранения знаменитого тюльпанового дерева была установлена динамическая система стабилизации кроны и проведена габаритная обрезка. Высажены и почти 200 новых деревьев, более 100 кустарников и 50 тысяч цветов. На улицах Лазаревского района появились живые изгороди. А в посёлке Катковая щель начал работу экопарк с тепличным хозяйством, природным водоёмом и животными.